Всем привет! Я приехал в учебный центр Мобихела буквально на два дня, скажем так, почти проездом. Но у нас есть возможность показать, во-первых, сам учебный центр, что он из себя представляет, как выглядит техподдержка, это там вся техподдержка, которая по любым вопросам нашим, вашим отвечает в онлайн-режиме. Сегодня коснемся калористики, завтра пройдемся по самой малярке. Я так уже чуть-чуть вкратце ознакомился для себя, но сейчас самые интересные моменты, такие более, как я считаю, важные, более для нашего рынка, такие значительные. Мы сейчас в них углубимся, покажем, и есть новенькая штучка, там такая стоит, к ней мы подойдем чуть-чуть попозже и сделаем пару выкрасок, да, наверное, сделаем? Да. Попробуем. Тогда идем. Идем по Мабихеллу. Это стандартная стойка, да, на 100, сколько цветов? Новая стойка, Т-126 на 126 позиции. Что тут есть? То есть здесь мы можем сделать, то есть, ну, по вот этим, это и солид, это и металлики, и перламутры, и как еще эта добавка, что ты показывал? Порошковые пигменты. Да, порошковые пигменты. То есть это есть все, грубо говоря, в стандартном комплекте? Ну, порошковые пигменты, это уже как дополнительно. Стандартный комплект, идут акриловые миксы, базовые металлики, перламутры и ксералики. Но, опять же, все может быть ориентировано под клиента, если клиенту не нужен акрил, его можно убрать. То есть его просто убрать из цены комплекта, но стойка остается по размеру и по комплектности все это. Да, здесь каждая полка, она снимается, если акрила нет, она в высоте уменьшается, да, не ставятся просто дополнительные ярусы, она здесь ниже. Есть дополнительные места под грунт, у некоторых колористов тоже стоят. Здесь еще одна полка, да, у нас стоит, в принципе, она еще выше. А там что будет, если будет? Ну, еще доставляются грунты, те, кто используют, колеруют грунты по нужде. А тут грунтов, получается, вообще нет? Здесь грунтов нет. А что внизу, в больших банках, там акрил, получается? Акрил, да, 3,5 литра, фасовка, это более популярные миксы, которые часто используются в формулах. Теперь можно такой вопрос, почему, мы это уже обсудили, почему, получается, краска со стойки отличается по качеству от краски в банке? Которая на рынке продается. Микс-система MobiHell при изготовлении миксов использует смолу высокого качества, также высокую степень перетира пигмента, то есть помол пигмента. Готовые баночные цвета, используется более дешевая смола и более грубый перетир, сам помол пигмента. Соответственно, цвет выглядит более тускло, не так ярко. И это напрямую влияет на цену. То есть, то, что в банках... То есть, это сделано чисто для того, чтобы на рынке можно было сбить, ну, скажем так, сбить, держать низкую цену на... Совершенно верно. Для... Просто, ну, к сожалению... Гаражей. Да, исходя из этих показателей, ну, как-то мнения чуть-чуть я пробовав, готовый продукт в банке, ну, как я уже сказал, такое, то есть, некоторые цвета прям, ну, совсем не впечатлили. Сейчас попробуем, ну, то, что с подбора получится, мне интересно. С мик-системой. Да, с мик-системой, как это будет укрывать. Мы можем даже провести сравнительный тест. А есть баночные? Интересно, да, конечно. Мы можем взять баночный цвет, например, там, популярную снежную королеву. И этот же цвет сделать на мик-системе, сравнить с привистостью. Потому что я с микса вообще, вот прям вообще не работал. То есть, у меня, ну, будет какое-то мнение, то есть, по разнице. Хорошо. Потом, давай по вот этой вот штуке, прям вообще интересная, чуть-чуть коснулись. Это у нас, получается, как это? Гравихел. Не о том... Промышленное направление. Гравихел – это автомобильное направление концерна Helios, а гравихел – это промышленное направление. Это биндерная система, которая включает в себя 18 биндеров разных. То есть, это нитро, алкиды, винил-акрилы, полиуретаны, эпоксиды, база под лак. Даже база под лак есть? Даже база под лак есть. Но ограниченное количество цветов по металлику. Также есть цвета флуоресцентные, яркие. Их тоже можно делать. Также есть биндера по стеклу и линейка по мебели. А стоп-флуоресцентный – это... То есть, пигмент этот, но другая смола... Добавка идет. Нет, это флуоресцентные краски делаются под лак. Ага. И туда идут спецдобавки. Спецдобавка, которая просто отражает цвет хорошо. Да, совершенно верно. Такие добавки, они, как правило, очень боятся ультрафиолета. Поэтому... Выгорают быстро, да? Да. Их когда красим, рекомендуют славянам наносить. Добавлять, я понял, ультрафиолетовый фильтр. Да. Интересно. А также еще, что мне очень понравилось. Ну, это я, наверное, как-то отдельно. Или у вас возьму попробовать... Как она называется, вот эта штука? Armor Skin. Armor Skin. Это что-то типа, ну... Это полиуретан повышенной прочной. Ну, короче, для тех, кто понимает, это тот же Тафлайнер, это тот же Раптор, это тот же... Та же Кобра, ну, как бы... Ну, не совсем. Не совсем? Ну, по характеристикам подобное? По характеристикам похожи, но не совсем. Хорошо, мы ее попробуем отдельно. По химическому уровню есть. Просто, что мне понравилось, она есть вот в таких банках, в которых цена значительно лучше и интереснее. И также есть 20-литровая фасовка, еще дешевле будет, да. Она прозрачная есть, да? А есть готовые цвета, готовые решения на рынке? Ну, в плане черной? Нет, нет. Здесь... То есть все, пожалуйста, вон тебе пигмент. Да, вплоть до эксклюзивных цветов, которые хочет... Вот заказ под клиента. Ну, короче, да, есть. Есть спектропотометр в системе. А, да, давай его покажем. Это вот это он, да? Их два. Да, их два. Первый ColorCube, который работает... Короче, с мобильным телефоном работает. Да, с мобильным телефоном по блютузу. Одна сенсорная кнопка у него. Вот он просыпается. А там что, покажи хоть? А, ну... Одна линза и калибровочная подошва. Вот он об нее калибруется. А, он сам стоит и калибруется? Да, он сам калибруется. Но у него проблемы, он определяет только солидные цвета. Если есть зерно, он теряется, короче. Ну, это даже не проблема. Здесь не было потребности. Ну, это его, ладно, назначение. Да, потому что промышленная линейка, она априори, ну... Нет смысла использовать... А это то же самое, но просто автономный как бы... Автономный, да, с собственным дисплеем. А что он хоть покажет, если щелкнуть ему тот же вот этот... Сейчас... Просто хоть и глянка интересная. Ну, там с телефоном... Здесь он также калибруется об собственную подошву белую. Сейчас мы выполним калибровку. Это подержишь как для калибровки? Да, конечно. Поверхность может быть любая. Глянцевая, матовая... А, кстати, глянцевая, матовая... Как... Ну, что там дает нам глянцевость матовая? Спецдобавка какая-то или это тип смолы? Тип смолы. Есть как глянцевая, так и полуглянцевая, полуматовая и глубокий мат. То есть, к примеру, та же полиуретан может быть как матовым, так и глянцевым. Ну, если нам надо. Да. Да. Но есть и мат-добавки к 2К материалам и к однокомпонентным материалам. То есть, это дополнительно к тем бендерам, которые, в принципе, изначально идут глянцевые. Ну, это есть такое, я знаю, на рынках. То есть, хочешь сделать матовую, на тебе, пожалуйста, мат-добавку. Сколько их? Процентов 10, да? Там 20. И вперед. Он на русском, да? Да, на русском. Ну, пишет, калибровать нужно перед каждым использованием. Закройте калибровочную заслонку. Это вот эта вот, она у нас закрыта. И нажать кнопку измерения, да. Проценты. Она калибруется. Ну, интересная штука. Калибровка выполнена. То есть, он, по сути, заменяет нам ColorBox, чтобы вообще не лазить к нему и для солидных цветов. Совершенно верно. У Gravihela ColorBox не такой большой, как у Mobihela. Мобифлиты. Это конкретно славянские направления разработки. ColorBox под Gravihel. Также RAL. RAL это... Ну, готовые, да. Да, всемирные стандарты. НСС и Бритиш стандарт. Угу. Так же RAL дизайнер. Просто проблема в том, что RAL-овский каталог, он там сколько, десятков тысяч цветов, попробуй их полистай, да? Ну, почему? Ну, если нужно, человек же определяет цвет и мы можем его налить. Нет, налить, если человек, ну, если вам принесли вот и ты среди сотен желтых пытаешься найти, быстрее будет эти найти. Да, совершенно верно. Я за это имею в виду. Да, да, да. Для этого нам нужно... Чем листать? Искать, да. Этот, ты сказал, стоит 200 примерно, а этот сколько стоит? Ээээ... Около 800 евро. А, ну, гораздо дороже. Да. Ну, функционально этот сможет выполнить все функции, как бы? Да, легко. Ну, просто он дешевый. Легко. Как бы он доступный. Ну, мы можем отсканировать и стол, и стены, и он покажет его цвет. Не важно поверхность, текстура, главное не прозрачная. Угу. Ложим на образец. Нажимаем кнопку измерения. Он проводит измерения и выдает чип Gravihel. Он даже цвет показывает примерно. Да, примерный цвет показывает. Этот чип мы вводим в нашу программу Gravihel. А, у нее своя отдельная. Да, у Gravihel своя программа. Вводим вот сюда. 50... 6... 61... 36... 36. Вот он нам показывает ссылку на ColorBox British Standard, где это можно посмотреть в наших веерах. Название цвета и базы, то есть биндера, в которых можно это налить. Вот он предлагает акрил, эпоксид, ой, алкид, эпоксид, нитрополиуретаны разных качеств, полиуретан по мебели, винил, акрил. Короче, во всем, чем хочешь. Во всем, чем хочешь. Во всем, чем хочешь. База под лак. И цвет будет одинаковый. Цвет везде будет одинаковый, совершенно верно. Также, если выбрать, например, полиуретан глянцевый, здесь мы можем регулировать в программе соотношение биндера к пастам. То есть, больше биндера, меньше пигментных паст. Ну, лучше укрывает. Более дешево. Если нужна укрывистость, цена не важна, мы уменьшаем количество биндера, увеличиваем количество паст. А на что сильно повлияет количество пасты в плане сушки, жесткости? Есть какой-то критерий? Не влияет ни на что, потому что в программе заложены допустимые нормы, от которых нельзя отклоняться. Хорошо. Сколько максимально можно положить пасты, ну, допустим, не важно какой смолок. Максимально 60 на 40. То есть, к чему? Да. Есть максимум, больше которого нельзя? Максимально 60 на 40, 60 биндера, 40 пасты и минимально 85 на 15. Но опять же, все зависит от цвета. Понятно, что если это… Более темные цвета в основном 85 на 15, программа сама предлагает рекомендуемые. И будет хватать. А вот эффектные, это все чем делается, добивается? Это три пасты металлик. Отличаются между собой размером зерна. Мелкий, средний, крупный размер зерна. Хорошо, три пасты. А это… А это уже просто сделали смешивание с синим… А, с пигментом. Да, синий пастой, чтобы было видно, как выглядит зерно на… И это получается у нас однослойное покрытие. Это может быть в любом типе сделано. Это может быть как однослойная, так и база под лак. Ну, это то, о чем мы говорили, что вот это можно получить однослойно. В один слой, да. Есть полиуретаны, которые в одном слое 80 микрон. Толщина слоя. Класс. Толщина сухого остатка, не мокрой пленки. Не, просто получается эффект как бы типа под лаком, но на самом деле можно получить без лака. Да, покрасить в один слой и получить эффект под лаком. Я же говорил, я так уже видел, краска для дисков, не помню еще и эфирмы. Тоже эффект крупное зерно, но это двухкомпонентный акрил. Ну да, да, да. Получаешь упрощенный вариант работы, но с классным эффектом. И достаточно дешевых. Да, и по нормальной цене. Ну и плюс он прочный, это же полиуретан. Так, дальше что? Там как бы такого сказали, может это… Ну, о комплектности стойки, о том, что на сегодняшний день в мубихеле есть акрилы, есть алюминий, есть перламутры, ксералики, сухие порошки. Сухие порошки, там есть хамелеоны, скажем так, колорстримы. А давай, можешь их достать, показать? Да, можно. Просто показать о том, что есть и делай с ними что хочешь. То есть в биндер и вперед. Да. Фасуются в 20-граммовые баночки, добавляется в биндер прозрачный. Выглядит таким вот образом. Конечно, камера не передаст эффекты. Давай попробуем подсветить. Все равно самой камера туда не возьмет так. А есть это? Ну, на выкрасах более-менее так просвечивает тут у вас. Где оно есть? Где оно? Вот тут оно. Да. Ага. Ну, тут да, видно чуть-чуть. Хоть и маленькие выкрасы, но... В зависимости от угла освещения цвет меняется. Ну, это полноценный хамелеон, то есть то, что называют хамелеоном. Совершенно верно. Ну, для того, чтобы получился эффект хамелеона полноценный, нужно использовать правильную подложку. Ну, это да. Также, кроме этих порошков, из новинок на хамеле появились цветные добавки в лак. Их 7 штук. Ну, это новинки с целью как бы идти за рынком производителей этих автомобилей, которые как... Которые на сегодняшний день делают цветные лаки, красят та же Mazda. Ну, я за это имею в виду. То есть это чтобы можно было выгонять краску под их уровень, скажем так. Да. Ну, Mobihel идет сегодня в ногу со всеми производителями. Старается идти. А сколько их получается от этих баночек? И в 7 штук. А чем они... Они отличаются между собой все уни, кроме одного. Один есть эффектный, как красный ксералик, красный перламутр. Красный и один синий. То есть есть и синие трехслойки. То есть там в основном все красное и один синий? Да. Ну, сегодня, на сегодняшний день преобладают такие цвета в красных оттенках. Ну, вон они лежат, можно показать. Да, вот они лежат. 41, 46. 41V. Это по фонарю надо смотреть. Так, честно, вообще ничего не видно. Используем тремовскую лампу колориста. 41V, первый цвет, который вышел у Mazda с цветным лаком. И теперь 46V. Более мелкое зерно. Для чего сделали? Для максимального преломления. То есть очень темное во хлопе и очень светлое в лице. Получается 46V сложнее, да? 46V сложнее и гораздо дороже, потому что используются очень дорогие компоненты. Серебро, хром мелкий и красная добавка специальная. Цена достаточно высокая. Ну, это уже как бы отдельный разговор. Это будут владельцы Mazda переживать. Пусть мучаются они. Давай фотоаппарат ваш новый покажем. Спектрофотометр Color Wizard. По сути это его еще никто не видел, кроме вас, да? Да. Ну, на нашем рынке. Сегодня вы имеете возможность запечатлеть эксклюзив Моби Хелиоса. Его на рынке пока нет. Сегодня он у нас на тестировании. Color Wizard. Спектрофотометр, который различает размер зерна, его цвет. И уже в автомате показывает программа рецепт состав цвета. В общем, он полностью исключает ручную доработку. В плане, как вот я работал когда в Германии, подбери сам зерно, размер зерна, определи там еще типы и так далее. Да, он сам определяет размер зерна и тип его. Совсем наверно. Давай сфоткаем что-нибудь и сделаем. Давай с этим, да, это надолго как бы. Давай возьмем, что у нас, белая трехслойка и обычное серебро. Да, белая трехслойка. Перед тем, как сканировать поверхность, она должна быть чистой. Ну понятно, желательно отполированной даже. Желательно отполированной, но у нас она уже подготовленная заранее. Поэтому мы сразу начинаем сканирование. Спектрофотометр уже был откалиброван. Да, мы его сегодня мучили, короче. Заранее откалиброван. Он даже переворачивается сам. Да. Сейчас вот показать просто, кто не видел. У него есть точки на экране. Ну это такое как быстро ознакомление. Если какая-то из них не совпадает, он будет красненьким гореть и просто не сделает снимок. Это вот эти подошвы, они двигаются. Да, они чувствительные. Желательно, ну они должны совпадать с поверхностью полностью, чтобы не было засвета в линзы. Иначе определять свет будет неверно. Так он вообще не должен сделать снимок, по-моему. Не понял. Да, ну для этого и сделали эти чувствительные подошвы. В первых спектрофотометрах не было чувствительных подошв, и были засветы, и из-за этого были проблемы. Три снимка. Желательно чуть-чуть со смещением. Да, желательно со смещением, чтобы он имел возможность просканировать в разной толщине краску. В разных участках, потому что где-то может быть... Меньше слой, где-то больше слой, меньше зерна. Так, теперь сканирование окончено. Здесь стандартное название Simple 14. Теперь его надо подключить к компьютеру, да? Теперь, да. Через USB-шнур мы его подключаем к компьютеру. Так, получается, для спектрофотометра своя программа, для просто работы с номерами по ColorBox, своя программа. И для Gravihale своя программа. Да, три программы. Теперь вопрос, почему это не запихнуть в одну? А, потому что эта программа с ключом. Gravihale это, в принципе, другая вещь. Это биндерная система Mobihale, это не биндерная система. Уже установлены пропорции в миксах. И спектрофотометры здесь уже идут множество настроек автоматических. Даже есть докалибровка ручная цвета, доколировка. А, ну и еще такой, как важный момент, вы ее нигде не сопрете, потому что она с ключом. Да, она не работает без ключа флешки. То есть пока, да, вам не дадут установочную флешку и ключ, то вы к ней даже не подключитесь. Да. Да и смысла от нее нет без самого аппарата. Да. И еще ко всему, сам спектрофотометр, естественно, тоже должен быть зашит под вашу краску. Иначе даже вот у нас был, у одного из наших клиентов попался в руки спектрофотометр, он нам пишет, что мне с ним делать. Ну, это не Mobihale, как им пользоваться, куда нужно загрузить программу. Это сделать мы не можем, это должен делать производитель. Если попался вам такой спектрофотометр, то в принципе он бесполезен. Понятно. Дорогая игрушка, но бесполезная. Ну, брендирование, каждая компания под себя точит. В общем, сейчас мы найдем эту краску с памяти. Сейчас мы загружаем в программу то, что отсканировал наш спектрофотометр. Вот последнее сканирование. А программа на английском, да? Программа на английском. Окей. И нажимаем. Ну, скажу честно, сложного ничего. Поиск. Я с немецкой программой как бы за три дня разобрался. Так, вот он нам предлагает варианты. Максимальное совпадение. Матч 96%. И это он показывает Mazda 34k. То есть как раз то, что надо. Это действительно Mazda 34k. Да, заводской покрытие. Теперь чуть дальше она нам подходит. Он 20 вариантов. 20 вариантов предлагает. Каждый. Чуть хуже, хуже, хуже. Чуть хуже, хуже, хуже. Но это даже не хуже, хуже. У них вариации по оттенкам. Это по другим рынкам уже. Япония, Америка. То есть если это американский будет образец, возможно этот вариант будет больше совпадать. Именно под этот вариант. Это у нас европейка. Подходит европейский рецепт. Теперь мы его выбираем. И вот он нам показывает. Первый слой подложка. И второй слой. Эффектный слой. Да. Все рассчитано на литр. Сейчас мы можем слить то, что он отсканировал. 100 грамм. И проверить просто. И проверить совпадение. Да. По рекомендуемым параметрам. Выкрасим. Делаем. Так. 365 и 1,30 ливер. Теперь бы не прогавкать вот этот вот пол капли. Если бы каждый день смешивать. Так. А я ж не увижу 39. Ага. Да. Тут сейчас уже такие вот приколюшки, что... Напомню, это белый цвет. А мы туда капаем черный. О. Ну. Точнее не смогу. 35-40. Так. Так. Дальше какой? 315. 0,15. Желтенький пошел. 0,15. 0,15. Нет. 0,15. Да. Она мне уже пятерочку. Это сквознячок, блин. Где-то там. Желтый тяжелый. Дальше. 301. 301 идёт 3,5 литра, потому как часто используют. 98,4 литра. 98,4 литра. Так. Дальше. А, всё. Да. Первый стоит стоит. 100 грамм густой трасс сколько на нее положено разбавление 50-60 процент мы будем разбавлять как одному 50 процентов фирмен так о чем на и какие они бывают быстрые и медленные стандартные для базы бывает у нас их два разбавитель 300 идет стандартный у него широкий диапазон по температуре от плюс 5 до плюс 27 градусов есть еще 3 300 это медленный идет от 27 градусов жару для светлых я понял то есть скажем так выбор небольшой но с широким диапазоном до сейчас мы используем 300 50 процентов 50 грамм 50 на теперь мы вмешиваем вмешивание желательно снимать да я я тоже там вообще на весах не мешают да сам начал мешать а потом такой думаю да как бы ненормально это все дело идем дальше первым просто сейчас глянем как у нас 1 внутри выглядит 430 это желтый перламутр его надо 3 грамма 305 ну 3 грамма здрасте вообще честно скажу вот эти 100 граммные подборы точнее сливы сейчас мы 100 грамм делаем просто чтобы посмотреть за падение но вообще в принципе сложно видишь там буквально вот раз на грамм сложно и не совсем правильно рекомендованная минимальный налив белых цветов идет от 300 грамм густяка поэтому это будет приблизительно но сейчас как налить 1 0 9 грамма тут буквально чуть-чуть и у тебя уже 11 так 11 сейчас кап 115 это в цвете уже дрова это у нас это белый перламутр картольный перламутра 1 в год мы сейчас 3 мы сейчас стараемся максимально налить все точно чтобы понять соответствие хотя там соответствие само выпила что есть 94% и еще какой 496 это у нас само смола в чистом виде сколько ее? 95 Вода тяжелее, чем сольвент. Отлично. Сюда также? Да, разбавитель 300, но во второй стой рекомендовано наливать 60 процентов. Больше получается, да? Да, чуть больше, более жидко. Отлично. Так, далее все хорошо вымешиваем, вымешиваем, выкрашиваем. Включаемся, когда красить начнем. Ну да, если добавили в 60, мне кажется, было много. Да, для первого слоя, да, для второго 60. Отлично. Да, для второго он очень даже хорошо. Второй слой эффектный, он более густой. У него плотность выше, потому что основной 496 идет смола. Водорожение. Водорожение. Жирнее не стоит... То есть нормально. Нормальное глянутое слое. 3 3 3 с половиной слоя открасил выкраску в принципе можно было бы в три слоя завалить только надо это было понимать заранее чуть жирнее наваливать так четыре слоя лежит одинаковых мокрых слоя сейчас два да поможем перламутра 2 мокрых окей вот тут уже становится наш извечный вопрос на сколько бог вот ты наливал первый слой глянец но не заливал вот точно такие же слоя можно можно еще чуть давай давай покажем давай сейчас вот не знаю вот тут 60 процентов разбавителя мало мало вот о том что я говорил второй слой можно разбавлять минимум на 60 а то и больше он ложится тогда гораздо более дачу давай я в принципе можно но чтобы разбить как мы об сразу добавил чисто по своим ощущениям и сразу добавил больше но хочешь давай давай ну а чуть пусть он пока продуется и так по ощущениям все достаточно ощущение вот чуть-чуть и говорю по ощущениям чуть-чуть пожиже ну хочется даже густовато да по ощущениям относительно сейчас я красил последние белые моби хел тойоту 040 и красил с банки именно но вообще не то то есть разное гораздо гуще трассы как по моби хеллу как рекомендую допустим перламутр все-таки наливать или припылять ну есть какая-то у вас рекомендация мокрыми слоями два мокрых слоя на полных вот ну либо еще первую выкраску когда подбираем делаем делим на две-три части первый слой мокрый до закрываем на другую часть еще один мокрый потом открываем и смотрим какая ближайшая больше для определения количества слоев и цвета за количество слоев цвет поменяется само собой зерной цвет мокрота на лифте типа ну ладно так мы открасились у нас тут есть некоторые некоторые дефекты то есть у нас получается сбоку не знаю видео на камере нет белее и тут большая часть конечно ошибки в том что очень малая пропорция смешивания и реально там где-то ну на полграмма передобавил не добавил и получился косяк то есть тут получается чтобы сделать ее увести в эту красноту надо черного добавить до чуть чуть больше на первых трехслойки мы корректируем первым слоем прямой наш корректируем вот так вот вот так должно быть видно что это белее справа то что мы красили или а сверху вот не уверен что зерно будет видно сверху на камеру может вообще показаться все идеально можно попробовать это круто ночь и короче как бы не хватает зерно то ли глубже утоплено или как сказать вор она просто более мелкая до разрыхлить надо есть добавка но она по моему по формуле не не шла не шла но ее если надо ее можно добавить а сколько ее надо добавлять и но если так начинаем от десяти процентов от объема на литр раз на сделан 10 10 процентов попробовали выкрасили или если надо еще да но этого будет достаточно 10 грамм это максимальное значение ну а так как бы то есть фотоаппарат нам если под переход забабахать сделали не паримся сразу в переход на чехле и да и все